Тогда мы все разогреваемся для молитвы, для молитвы. Сначала тело нужно надеть. Вам не дерьма, вам полюбим спать. Такое дело вообще, чем другое. Вот, ты знаешь, все в сторонку. Дай воду. Да, а вот здесь такие люди, которые выше всех людей, значит все. Дай себе, если можно, раз, два, три, я себе знаю. Раз, два, три, я так оставлю. Вот. Саус говорит, безумнейший из безумных, кто отрицает Бога. Кто создал, говорит, это светило, как золотой диск, который катится по небосводу. Вот земля была бы, если чуть подальше от Солнца, все бы застыло, жизни не было. Поближе все сгорело бы. Вот точно на таком расстоянии, как сковородка земля, вокруг, говорит, огня, крутится и крутится. Какое оно прекрасное сравнится, при солнышке тепло, а при мамочке добро. О, о, какое Господь дал светило и поднимается, поднимается, да быстро как. Люди в городе, сегодня в Барнове, многие видят это? Нет. Нет. А мы видим. Это за деньги разве можно купить? Нет. Хоть какой ты богатый будь, а это нигде не достанешь. Потому что это красота Божия, она разлита всюду и дается даром, чтобы мы ценили, как велик наш всемогущий Создатель. Про Солнце написано в первой книге Бытия, как Бог его сотворил. И заканчивается тем, что и Солнца не будет в вечности. Там Господь Сам будет Солнцем. Ведь Иван вечным, не гаснущим. Нас освещает Солнце, а Дух Святой просвещает сердца. Внешне можно подражать, посты соблюдать, поясочки надеть, бороды отпустить. Все можно сделать. А Бог не просветит сердце, в душе будет тьма. Все будет стяготить тебе. Только домой креш, опять чашку упал, как свинья захлюпал. А когда ты веришь в Бога, тебе все радостно, все объяснимо. Как поют ксенечки вокруг нас, перепелочки. Это наш Господь. Кто сотворил зеленого крокодила? Кто мир великий и славный? Наш Господь. Слава тебе, Господи, за Солнце Твое, за свет нового дня, которое никогда еще не было. Мы, Господи, не знаем, что нас ждет здесь, но благодарим Тебя. Может, завтра придут нас тут раскулачивать, как было раньше. А мы Бога прославим. Все. Спать пора. Да встали уже, хватит спать. Наверное, последний у нас встал даже. Пойдемте, помолимся Господу Богу. Апостолы, молите Бога о нас. Первый Верховный Петр и Павел, молите Бога о нас. Святые Евангелисты, Матфей Марк, Лука и Иоанн, молите Бога о нас. Задарует Господь в вид, в священном Писанию. И то, по Евангелию и по всей Библии. Святые мученики, мученицы, молите Бога о нас. Святой Игнатий Богоносец, Поликарм, Минский, Вестин, Философ, Хасмай, Дамиян, Анфим, Некомедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеймон, стрелитель, сорок святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство. Владимир, Иоанн, Иосиф, и все пострадавшие российские мученики, молите Бога о нас. Да восстанет страна российская для новой обновленной духовной жизни. Василий Великий, Григорий, Богослов, Иоанн Готаус, Блаженный Амбультина, Иероним, Амбрось, Афанасий Великий, Ифрем Сирин, Антоний Великий, Макарий Иисовский, Серафим Саровский, Сергий Радышкий, Степан Фернский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кроштатский, Иоанн Шанкетский. Молите Бога о нас, все святые, молите Бога о нас. Святые жены и дьявы, трех по первомученицам, спаси нас. Послушаем Слово Божие Евангелие. Давайте. Что нам Господь скажет? Сегодня у нас чтение Евангелия от Луки, в проповедении 12 главы. Господь Иисус Христос говорит, Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. То есть пища, питье и одежда, не больше. Не бойся малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. Царство Небесное Бог дает, не просто простую жизнь. Продавайте имение ваше, и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается, и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Чтобы сегодняшний день прожить по совести, чтобы вечером дать отчет, что мы сделали, не обидели ли кого, как потрудились, как Бога прославили. Да будут чресла ваши припоясаны, то есть поясом должны быть. А пояс означает истинно, что никто неправды не говорит. И светильники горящие, то есть разум должен быть бодрственный, сердце устремленное к Богу. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака. Да вы, когда придет и постучится час отворить ему. Блаженное рабы те, которые господин пришедет, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется, опять припояшется. Нет таких, которые распоясаны. Сколько читаем? В одном-то и в одной главе. Все без пояса ходят. Припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. Если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет и найдет их так, что блаженное рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который сейчас придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Нельзя быть нецеприятным, нецеприятным. Некоторые не любят работать, а как начальник идет, он хватается и в четыре руки начинает работать. А как начальник ушел, он сразу бросил работу, сел и ждет, когда обед будет, когда в колокол ударят. Еще прочитаем из Священного Писания мы читаем послание Галатам. По прошествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Закон был детоводителем. Ибо все во сны Божии поверили во Христа Иисуса. Все мы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Кто не крещеный, тот без брачной одежды. Почему Киприан Карфагенский говорит, что Господь Бог дарует человеку во Святом Крещении. Белоснежная туника, она не бывает великой для младенца и не бывает малой для богатыря. И когда у него был крещен ребенок, он целовал у него грудь и говорил, это вместилище Духа Святого. Как велик день тот для людей, которые крестились. Они затушили адский огонь, который пылал под ними. И теперь дай Бог сохранить это все. Быть чистыми и неповрежденными. Нет уже иудея, и язычника, нет ни раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского. Ибо все воодного Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы всеми Авраамовы и по обетованию наследники. Мы все наследники, записаны у Бога. Записано на Его имя мы христиане. И Бог говорит, даю вам Царство Небесное. Ангелы наши каждый день, каждую ночь дают отчет перед Богом. И этот день, давайте не огорчать друг друга, вы знаете, что кто у нас работает плохо, он не ест. А вчера у нас один не работал, не хотел работать. Он, вспомнил, сидел на куче в корое. Ему есть не было, купаться не было, отдыхать не было. Он просто сидел и смотрел. Ну, хотя я спрошу, кто это вчера был у вас? Устал сидеть? Только иди сюда, посмотрите на него. Прятаться еще будешь за чурку с дровами? Не прятался. Не прятался. А кто прятался? Другой кто-то был. А, вот так-то. Сейчас начинаем работать. До завтрака у нас положена работа. Кто бы ни был, на какой работе днем не работал, но утром мы обязаны для лагеря отдать до завтрака, после завтрака 40 минут, и потом так и расходимся. Так, проходите, берите пилы, начинаем пилить все до одного. Постой, постой, постой. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...